Олег Шомер, главный редактор московского журнала «Столичный стиль». В недавнем прошлом собственный корреспондент Первого канала во Франции. Окончил романо-германское отделение филологического факультета Саратовского госуниверситета. Языки французский и английский. Карьеру журналиста начал в 1980 году на Саратовском телевидении. Профессию посвящал отец Семён Михайлович Шомер. Многие годы собственный корреспондент Всесоюзного радио по Саратовской области. Мне не хотелось ударить в грязь лицом. Я знал, как уважают моего отца. И я не хотел, чтобы все говорили, вот это вот сын Семёна Шомера. Мне хотелось, чтобы, в общем-то, говорили, что это Олег Шомер. Олег Шомер – журналист, который продолжает, в общем, семейную традицию. Отец мне говорил, конечно, может быть, ты вот выучил французский язык, может быть, ты, конечно, и мечтаешь о Елисейских полях. Но сначала тебе, конечно, придётся поездить по полям Новоузенским, Ершовским, Азинским, Базарно-Карбулакским, Аткарским и так далее. Действительно, он оказался прав. Работая в редакции информации, я поездил по полям, и вы знаете, у меня даже есть диплом комбайнёра. Но начиналось всё с литературно-драматической редакции. И я помню свой самый первый эфир. Не обошлось без таких обстоятельств, довольно-таки сложных, из которых пришлось выкручиваться. Надо было записать интервью с ректором Саратовского государственного университета. Подготовил вопросы, долго их репетировал, оделся как следует. Пиджак и рубашка такая у меня была очень модная в то время. И тогда было модно, вы знаете, так вот воротничок такой длинный укладывать сверху на лацкана пиджака. Рубашка такая была цветная, красивая. Мне казалось, что я очень здорово выгляжу. А ректор университета пришёл, ну, как и положено, в таком строгом костюме, в галстуке. Выглядел очень, ну, как и подобает профессору, ректору. Выглядел очень солидно, в отличие от меня. И председатель комитета эту передачу снимает с эфира. Почему? Ну, слишком привольно выглядит корреспондент, вот, беседуя с таким уважаемым человеком. И тогда Людмила Александровна Бойко, которая возглавляла тогда литературно-драматическую редакцию, находит, по-моему, в общем, замечательный, гениальный выход. Она говорит, ну, жалко, но передача-то неплохая получилась. Давайте её, в общем, в эфир. Уговаривает руководство комитета, даём мы эту передачу в эфир. Олег, видеозапись даём. Олег сидит в прямом эфире. И в тот момент, когда идёт его вопрос, он этот вопрос задаёт студии в прямом эфире. А видеозапись идёт. Но вся штука в том, что нужно было точно попасть, вот, сказать те же самые слова и точно попасть в этот промежуток времени, когда я задаю вопрос. Что получилось, что я в костюме и ректор в костюме? Мы это делаем. Вначале всё идёт хорошо, я точно попадаю. А в конце, ну, трудно это, понимаете, трудно, так сказать, вот, быть таким точным. Происходит сбой. И получается, что сидит ведущий сначала в костюме, потом в какой-то, так сказать, рубашке красивой. И, ну, в общем, скандал не скандал, но я так подумаю, что это первая и последняя моя передача. Но, к счастью, были потом и... Олег Шомер, главный редактор московского журнала «Столичный стиль». Карьеру журналиста начал в ГТРК «Саратов». Продолжил работу собственным корреспондентом Центрального телевидения по Саратовской области. С 95-го года телеведущий ведущих программ «Первого канала». Время и воскресные итоги недели выходят в эфир с Олегом Шомером. Академия российского телевидения присуждает ему премию «ТЭФИ». В течение 9 лет Олег – собственный корреспондент «Первого канала» во Франции. Конечно, за это время было много очень интересных встреч. Много самых-самых разных событий. Но я хочу, может быть, вспомнить некоторые из них. Вот у меня здесь есть фотографии с Жераром Депардье, с Жаком Шираком, с Ростроповичем, с Крамником. И с каждой из них связан какой-то эпизод в моей журналистской деятельности. Например, мы были первыми журналистами, которых Жерар Депардье пригласил к себе в парижскую квартиру. Почему мы оказались вообще в гостях у Депардье? Портрет знаменитого актера писал русский художник Георгий Шишкин. Однофамилец знаменитого Шишкина. До этого Шишкин написал чудесный портрет Жанна Море. Он выставлялся по всей Франции. Депардье увидел и говорит, хочу такой же. Поскольку я был знаком с нашим художником, то попросил разрешения присутствовать на сеансе. Ну, естественно, согласие Депардье. Депардье дал согласие. Шишкин говорит, все здорово, приходите. Мы пришли и начали снимать этот репортаж. Были встречи и с Шарлем Азнавуром, когда в музее Грэвен, это аналог знаменитого музея Мадам Тюссо, восковых фигур, там сделали из воска фигуру Шарля Азнавура. Шарль Азнавур пытался говорить по-русски, что, так сказать, с успехом у него, в общем, получилось. Тоже была очень интересная встреча, интересное общение. Я приехал во Францию в конце 96-го года, и менее чем через полгода, 31 августа 97-го, вот случилась трагедия под мостом Альма. Погибла принцесса Диана. 31 августа все вспоминали этот день. Прошло как раз ровно 10 лет со дня той трагедии. А случилось это буквально в нескольких минутах ходьбы от дома, где я жил, где был наш курпункт. Мне позвонил ночью мой коллега, корреспондент РИА Новости Виталий Дымарский, который возвращался из отпуска и вот услышал эту новость, буквально через 5 минут позвонил мне, и мы были, ну я не знаю, очень быстро на месте этой трагедии. Я видел этот искореженный Мерседес, я видел эти машины скорой помощи. Потом было расследование, почему это случилось. Мы были первыми, кто узнал о том, что Доди Альфаэт положил под подушку принцессы Дианы кольцо, которое он заказал у знаменитого французского ювелира Рипасси. На этом кольце была надпись «Gimoie Oui» по-французски, «Скажи мне да». То есть Доди Альфаэт, в общем, делал Диане предложение. Ну вот, случилась такая трагедия. Олег Шомер, главный редактор московского журнала «Столичный стиль». Путь журналиста начал в ГТРК «Саратов». Я просто знаю одно, что от своей профессии вообще нужно пытаться получать удовольствие. и как минимум в том деле, которое ты делаешь, не разочаровываться. А вообще, наверное, главное попытаться найти гармонию внутри себя. Вот я очень много лет в журналистике, я понял. Мне кажется, что по большому счету интересней профессии-то нет. Я думаю, что я не состоялся бы и как личность, и как журналист, если бы энное количество лет тому назад не пришел в Саратовский телерадиокомитет. Так он тогда назывался. Я помню, как принял меня тогда молодого, еще ничего не знающего, ничего не умеющего, не оперившегося журналиста коллектив. Я очень благодарен от всего сердца, от всей души. Светлане Александровне Дедух, Лиле Федоровне Липатовой, Лиле Абасовне Бачковой, Григорию Александровичу Вингурту за то, чему они меня научили. Григорий Александрович, вот фотография здесь. Я с Крамником, партии в шахматы. Но догадайтесь в трех раз, кто выиграл. Я понимаю, что на этом месте должны были быть вы. Я знаю, что для вас шахмат, я знаю, что для вас журналистика. Вы знаете, при первой возможности я устроил вам матч с Владимиром Крамником. И я не знаю, это в какой-то степени может быть моя благодарность тому, что вы для меня сделали. Я вас считаю, в общем, своим каким-то наставником и учителем. Как, собственно говоря, и многих других, всех тех, с кем мне пришлось работать, когда я пришел в Саратовский телерадиокомитет. Что пожелать молодым журнамам? Вообще, что такое 50 лет? Ну, мы почти ровесники с ДТРК Саратов. 50 лет. Ну, что это за возраст? Ну, вообще, может быть, не стоит это расценивать как юбилей, а может быть, стоит это расценивать как какой-то очередной этап. Давайте делать следующие шаги. Давайте идти дальше. Ну, а коллективу, ну, хотелось бы пожелать, наверное, поменьше конъюнктуры, а побольше настоящего творчества. Ну, а таланта и профессионализма телерадиожурналистам Саратова всегда было не занимать. Удачи, успеха, новых репортажей, новых творческих достижений, новых побед. Я всех вас очень люблю. Я вас всех обнимаю. Готов расцеловать. Спасибо вам, Олег Шомер. Даже не знаю, как теперь сказать. Недавно еще из Парижа, сейчас уже из Москвы.